Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Продолжаю делать экстренные информационно-аналитические выпуски на самые важные темы в это сложное время. Сегодня будет видео про деноминацию, так как в комментариях появились и такие страхи. Кто-то путает деноминацию и девальвацию и боится и того и другого на всякий случай. Итак, девальвация рубля это обесценивание рубля относительно, например, доллара или иной валюты, то есть резкий рост курса этих валют. Девальвацию мы сейчас наблюдаем, к сожалению. А вот деноминация это другая история. По сути это изменение номинала внутри страновой валюты. Приведу пример. Было 100 рублей, а станет 1 рубль. Могут убрать нули. При этом покупательная способность старых 100 рублей будет равна покупательной способности нового 1 рубля. Соответственно могут поменяться цены на все продукты и услуги и могут поменяться курсы валют в рублях. При этом, повторюсь, покупательная способность новых денег сохраняется и относительно иностранных валют в том числе. Почему так боятся деноминации? Страхи связаны прежде всего с тем, что при так называемом отрезании нулей на рублевых купюрах люди боятся, что восторг ажи раз и упадет покупательная способность рубля. Может ли быть такое? Конкретно из-за деноминации в классическом ее определении такого быть не может. Если параллельно с деноминацией произойдет резкое снижение покупательной способности рубля, то это будет уже другое слово. Например, денавальвация. Ну или что-то матом. Пока про этот экстремальный вариант речи не идет.